Документально, официально оно было задокументировано, это чудо. Фермеры забили тревогу, у них эта сарамча сожрала все подряд. И с каждым годом я снял все больше, и по прогнозам, вот какой-то год, не помню, был обозначен, ее должно было быть столько много, что она бы все сожрала вообще. И для большинства штатов это было просто поражение, уничтожение. В этом видели все, значит, злую напасть какую-то. И вот было объявлено официально, значит, на уровне страны, то есть не просто на уровне колхоза, да, даже, да, а на уровне страны было объявлено, что пост и молитва по поводу вот этого, ну, всего. И неважно, ты в городе живешь, все равно есть ты будешь то, что в селе выращено, безусловно. Вот, даже если ты не касаешься никак земли. Вот, и было объявлено пост и молитва, значит, вот за урожай, чтобы Бог вмешался в эту ситуацию. Против саранчи этой. Кстати, была молитва еще и против именно саранчи. Интересно, есть молитвы, редкие молитвы бывают против чего-то, да, вот, но они тоже иногда бывают такие молитвы. Но что произошло? Вот из того, что я помню сейчас, может, кто больше помнит подробности? Кто вообще помнит об этом? Читал, может, об этом кто? У меня даже распечатка была. Я вообще на блоге даже публиковал вот эту информацию. Сейчас скажу. Весна была, да, была весна, и резко стало очень тепло, даже жарко. И представляете, это после поста и молитвы ответ был очень необычный. Резко жара, и столько саранчи вдруг повыходило, что даже больше, чем в прежние годы. То есть, ну, довольно необычный ответ такой был. Но в этом было чудо. Представляете, и резкий заморозок, и вся саранчапа сдохла. И та, которая вышла, и которая уже стала размножаться, и все это сразу сдохло. Вот, и потом, когда это было записано в книге, было заявлено, что это чудо на уровне всех Соединенных Штатов Америки. Вот, но, правда, тогда уже некоторые правоведники говорили, что это будет знаменем, если Америка будет отступать от создателя своего, то первым знаком будет именно саранча. И представляете, во время первого еще президентства Обамы, значит, было шокирующе. То есть, вот с 19 века и до Обамы, президента, в Америке не было проблем с саранчой. Все, забыли про нее вообще, что она есть. Вместе саранча также живет все. Но, представляете, саранча вдруг, раз, нет же такого забора, сейчас там пытаются что-то построить, значит, там вообще нет ничего там. Я буду на мексиканской границе, кстати. Вот, значит, с американской стороны. Значит, пожалуйста, въезд свободный. Ну, там, как бы, американская сторона все красиво оформлена, там так-сяк, значит, ну, что было-то было. Но самое интересное, пожалуйста, но саранча не идет. Вот. И вдруг, буквально первый же год президента Обамы, сообщения появились, такие очень интересные сообщения. Вновь в Техасе и, по-моему, еще в штате, там, тоже один из Южных Штатов. Но в Техас сразу их заметил. Южный Штат, как раз граница, как раз с Мексикой. Появился саранча на полях. Фермеры забили тревогу. Такого никогда не было вообще. Отродясь, какого-нибудь было. Они не помнят такого. Это было еще в 19-м веке. Чудо было такое. Вот. И уже люди-то заговорили, что да, нужно опять сделать Америку великой. Именно вернуться к Богу снова, вновь покаяться. От кого отпали. Господь да благословит. Сегодня Бог да благословит Украину. Бог да благословит Киев. Я знаю, есть исцеление земли. Есть исцеление. И это исцеление в молитве. Сегодня, знаете, тоже и политические страсти кипят, и всякие страсти кипят. Но пусть будет объявлен сегодня импичмент дьяволу, сатане, царству тьмы. Вот. Чтобы из подвласти тьмы народ выходил. Было заявлено, что все. Сатанам нам больше не царь, нам царь Иисус Христос. Нам царь Господь. Вот если вот такое подвласть Бога встанет в люди, да, и большая часть народа будет подвластью Бога, то Бог благословит очень сильно землю нашу. Очень сильно благословит. И братья и сестры, я еще помню, я рассказывал. Это какой год я уж, я уж не тот даже. Молился я, значит, в этом, в Гнедвине. В Гнедвине еще молился. Вот, все мне в этом. Значит, интересно было переживание. Я никогда так раньше не молился такой молитвой. Я верил в это, он был промысел Божий. Я взял гимн украинский и пропеваю его. А там я один был, вот там, дальше гора, там лес, все, как бы, кричи не хочу. Молюсь себе, пою. Значит, и спел, куплет спел или стихи, и начинаю молиться. Молюсь, потом дальше пою. И, представляете, дошел момент такого. Я, вообще, честно говоря, никогда так не молился. Кстати, после того тоже так не молился. Вот, никогда так. Это просто мне такое, не знаю, вдохновение такое пришло такое. Вот. И дошел до момента, там написано, вот, «Свинут наши выраженки, як краса на солнце». И у меня есть такая вот, вот, знаете, вот, дальше молитва, не молитва, даже не знаю, как назвать это. Вот. Дальше было такое переживание. Это не видение было. Вот. Но, вот, как говорят люди, вот, привиделось, как бы, в духе, да, вот говорят. То есть, я не видел это физическими глазами. Но оно было настолько реально, казалось бы, как будто бы это вот мое воображение, даже не мое воображение. У меня нет такого сильного, такого, может быть, такого яркого воображения. Это было в каком-то, может, ну, вот, в подростковом возрасте были какие-то такие яркие сны какие-то. Вот. А это наяву, как бы, сон, но наяву. И, представляете, картина такая. Вот, поле, и оно все в такой росе, трава, высокая, красивая такая, много травы, и она вся в такой росе, что, вот, даже шагу не шагнешь, вот, и будешь весь мокрый. Два-три шага, и ты будешь полностью весь мокрый. Вот такая роса, густая, большая роса. И, представляете, да, а солнце вот-вот должно зайти сейчас. Вот, в этот момент, в такое состояние. Я молюсь, молюсь на русском языке, молюсь языками, молюсь. И вдруг, вот, как будто бы, это продолжается картинка. Вот, начинаю молиться в духе, да, и картинка продолжается, солнце начинает подниматься. И вот оно, когда лучи эти ударили вдруг, я, ну, я такого не видел в жизни. Вот, все заблестело вообще. Вот, знаете, вот, как будто, ну, как драгоценный камень, я не знаю, как описать это. Все, поле заблестело. Так ярко все это. Вот, я опять молюсь дальше. Солнце поднимается выше, выше, как бы, озаряет все это, значит. И вот, но когда оно пришло в зенит именно, вся роса исчезла вообще. Это поле стало сухое и сухое. Вот, я могу по нему как бы идти, вот, и совершенно, даже нет следа от того, от той росы. И, представляете, у меня тут же идет объяснение, как бы. Это не было, опять-таки, знамением, как бы, просто оно внутри, как-то, само собой, когда, естественно, как будто мысль моя. Но это не моя мысль явно была. Вот, она пришла как-то, вот, и как из ниоткуда. Вот, и, значит, и объяснение, что вот сейчас, вот, когда солнце не поднималось, да, я видел снизу, да, этого росу. Но так она была не особенно видна. Вот, если со стороны посмотреть, допустим, да. Но когда солнце начинает пробиваться, все это видно. И вот, когда эти годы, там, и коррупции, и все, да, значит, казнократство, это все безалаберность, все это, понимаете, все повылезает, это не значит, что этого не было раньше. Просто сейчас это все будет видно, потому что солнце, правда, поднимается, и Христос поднимается. Вот, и дальше больше будет все это видно. Но, когда он в землю славой взойдет, да, значит, над нашей землей, то это все высохнет, просто исчезнет. Просто все это, я не знаю, каким образом это будет, но это исчезнет. Вот, и молюсь сегодня о том, чтобы действительно, это я так понимаю не только на уровне, там, страны, на уровне даже отдельного верующего, да, твоей души, допустим, тоже я так рассуждаю, моей души. Вот, Христос в центр, когда он и в зенит всходит, славы своей, в жизни нашей, это все, это, все это вражеское, просто сгинет вообще, как роса на солнце. Аминь. Спасибо, Господи, за все. Боже, помолимся, друзья. Боже, и за себя, и за страну, и за всю нашу истрадавшуюся землю, за народ. Боже, всемогущий Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Благостави, Господь, Боже, нас, землю нашей души, Господь, нашего разума, Боже, и землю, как страну всю, Господь, Боже, Киев, благостави, Господь. Ты всходишь в славе своей, Господь, восходишь в славе своей, Господь всемогущий. И все это вражеское, оно, как роса на солнце, да исчезнет во имя Иисуса Христа. Боже всемогущий, благослови нас, благослови, Господь. Пусть это чудо преображения совершается на нашей земле, Господь. Чудо исцеления земли, Господь всемогущий. Как тогда, во время поста, молитвы, национального дня покаяния в США, ты совершил чудо. И все эти умерли, все эти сдохли, все эти насекомые, сорончався это. Боже всемогущий, и ты показал, что ты действительно владелец всей этой земли, ты хозяин этой земли. Боже, и ты через покаяние наше, обращение к тебе, ты исцеляешь даже нашу землю, Господь. Боже всемогущий, я благодарю тебя в собрании святых сегодня, Господь, Боже. Боже, благодарю за то, что тогда, Боже, еще в 95-м, Боже, ты совершил чудо там, Господь, в том совхозе, колхозе, когда, Боже, не было этих жуков, Господь сверхъестественный. И люди, даже не верующие, далекие от религии, люди, они действительно понимали, многие из них поняли, что ты, живой Бог, совершаешь подобное. Слава тебе, Господь. Боже, благодарю тебя, Господь, за то, что и растительный весь этот мир, и животный мир, весь этот мир, вся эта наша земля, действительно это все живое, и сама земля живая. И она действительно нужна тебе в твоем исцелении божественном, Боже всемогущий. Благостави, Господь, нас, и землю наше благостави, Господь. Во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Царь Вселенной. Слава тебе, Бог богов. Господь господствующих. Слава тебе, Бог небу и земли. Дана тебе вся власть на небе и на земле, Господь. И ты во все дни с нами до скончания века. Боже всемогущий, слава тебе. Пусть слава тебе звучит, а фемиам поднимается земли нашей. Слава Иисусу Христу. На веки слава Богу Святому. Аминь. Иисусу слава. Иисусу слава. Луна ек пісня на схилах и днівра. Иисусу слава. 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 Прославляй без стыда, Вин единый Бог, Вин своею кровью розерват Пайтаны, Вин достоин славы, Иисус Христос. Иисусу слава, Иисусу слава, Луна є пісня, Настила видні прав, Иисусу слава, Иисусу слава, Співає вина, Украина, Иисусу слава, Луна є пісня, Ісусу слава, Луна є пісня, Слава Тебе, Боже наш, благословен Ты, Царь Вселенной, Боже всемогущий, благословен Ты, собравши нас вместе, и сейчас прошу распусти нас в мире Твоем, в Твоем шаломе, благослови народ своим миром, Боже, во имя Иисуса Христа, Боже, и пусть на протяжении этой недели, Господь, наши Те размышления, Боже, о Слове Твоем, Боже, будут действительно плодоносными в наших судьбах, Господь, слава Тебе, Боже всемогущий, благослови нас, и собери нас вместе, Господь, в следующее воскресенье, Боже, и молю Тебя за Максима, за его служение, и за предстоящее дорого положение в священнике Его, Боже, благослови Ему душу, благослови Ему жизнь всю, Господь, Боже, и позволь Ему на протяжении этой недели, Боже, приготовляться, настраиваться, Господь, Боже, и давай Ему откровение во сне или на емуле, Ты знаешь как? Откровение о дальнейшем Его служении, Господь, Боже, благодарю Тебя за Его дьяхонское служение, Господь, но молю Тебя о предстоящем Его служении священническом, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа, слава Тебе, Бог наш, Господь, господствующий Бог всех богов, слава Тебе, Боже, благослови Киев, благослови Украину, благослови всю нашу истрадавшуюся землю, Господь, по богатой своей милости, во имя Иисуса Христа, аминь. И пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. Ну и теперь обнимайтесь, приветствуйтесь. Время есть еще. У нас еще есть время. Может, просто споем еще что-то? Ну, вот, что я взяла. Господи, благослови вас, Господи, благослови 주 pentruロ уже свободу сознание sociale. Благослови Богу. Аминь. Благословляю вас. Слава Господу. Аминь. Аминь. Да. Да. Слава Богу. Слава Богу. Аминь. 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 Артем. Очень приятно, Артем. Слава Богу. Пообщаемся сейчас, да? Да, вы не спешите? Потому что служение мы записывали. Сейчас я это все...